Компьютер, который может выполнять криптографические процедуры, это компьютер не совсем обычный. Совсем обычным компьютером сделать этого нельзя или, по крайней мере, дорого. Во всяком случае, вот то требование не ниже, чем КЦ2, оно требует доверенной среды, оно требует установки туда аппаратного модуля доверенной загрузки. Мы всю жизнь этим занимались. Вот в этом году компания отметила 30 лет. Все эти 30 лет мы делали модули доверенной загрузки, которые широко применяются, как раз для обеспечения среды функционирования криптографии. Добились каких-то успехов, но потом все-таки подумали, а что мы делаем. На самом деле-то. А нельзя ли поступить наоборот? А нельзя ли сделать компьютер, который все это делает сам по себе, чтобы его ничем особенным не дополнять? Первую часть своего доклада заканчиваю тем, что мы этот компьютер сделали, он на стенде представлен, его можно посмотреть, взять материалы, вот он рядом в комнате. Мы сделали компьютер, который всем этим требованиям удовлетворяет. Теперь начинаю 20-минутную часть своего доклада. Вот в свое время, после окончания Второй мировой войны, великий Тюринг был героем. Он один из людей, внесших огромный вклад в то, что во Второй мировой войне получилась победа. Ему удавалось расшифровывать те шифровки немцев, которые раньше расшифровать было никак невозможно. И то, что сделал он, лучше всего выражается тезисом Тюринга, который гласит о том, что универсальный вычислитель, который придумал Тюринг, собственно, саму логику, это такая штука, которая может решить любую вычислительную задачу. То есть любую задачу можно вычислить. Если она вычислимая, то ее вычислить можно. После этого весь мир стал путать. Мы перестали понимать, где алгоритм, а где машина Тюринга. Машина Тюринга – это то, что выполнит любой алгоритм, а алгоритм – это то, что выполняет машина Тюринга. Мы получили то, что называется цикл Калмогорова. Если помните, у нас был такой первый справочник по усилительной технике в Советском Союзе. Там было написано «Кибернетика, смотри, информатика, информатика, смотри, кибернетика». Вот такой вот замечательный цикл. Так примерно это все и вошло в нашу бытность. Ну вот, если мы понимаем, что те компьютеры, с которыми мы сегодня работаем, это машина Тюринга, а это просто некоторая модель машины Тюринга. У ней память не бесконечная, в ней там есть определенные отличия, но по своей архитектуре, по способу работы – это модель машины Тюринга. Это и машина фон Неймановского типа, и машина гарвардского типа. То есть фон Неймановского типа – это вот такие большие компьютеры, которые у нас на столе либо… Ну, на столе. А гарвардская архитектура – это вот наши планшеты, ноутбуки и так далее. Но все они – машины Тюринга. И дальше тот вывод, который через 30 лет после начала занятий технической защиты информации мы осознали, коллеги, делюсь этим сакральным знанием. Если машина Тюринга может выполнить любую задачу, то она выполнит и вредоносную. Окей? Вот эта мысль все поделился, да? То есть любые попытки защитить компьютер с помощью программных средств, они вообще ни на что не годны. Просто потому что архитектурно эта машина Тюринга, она может выполнить любую задачу, в том числе и вредоносную. А что-то мы делали 30 лет, пытаясь делать аппаратные модули доверенной загрузки. Что-то мы делали на самом деле. Оказывается, мы делали не столько аппаратные модули доверенной загрузки, сколько некоторый резидентный компонент безопасности, который на некоторое время после выключения компьютера архитектуру компьютера менял. Он делал его не машиной Тюринга, а делал ее совершенно другой машиной. Потому что там часть операции не выполняется, часть операции заблокирована. То есть логика машины Тюринга – стрелка правая, стрелка влево, можно читать, можно писать – она была нарушена. Ровно поэтому эта тематика получила такое развитие. Мы меняли архитектуру машины, ровно поэтому она становилась безопасной. Нашу работу толкала за собой, конечно, индустрия производства вычислительной техники. Индустрия производства каждые три года меняет форм-фактор, меняет, соответственно, типы разъемов на плате, слоты меняет и так далее и тому подобное. Поэтому 30 лет мы, собственно, воспроизводили одно и то же в разных объемах, сколько можно совершенствуя. Не сильно, но нельзя усовершенствовать исправление одной единственной ошибки в архитектуре. Они становились маленькими, они становились красивенькими, наши замечательные аккорды. Они получали новые функции, удовлетворяли требованиям ФСТЭКа, ФСБ и так далее. Но, по сути дела, они устраняли ту дыру в архитектуре компьютера, которую иным способом нельзя устранить. Почему? Это устройство сложное. Оно реально очень сложное. Оно хотя маленькое, оно очень сложное. А раз очень сложное, то оно и очень дорогое. Оно реально очень дорогое. Я сам даже как-то удивляюсь, но цена, если сам компьютер стоит, там, сколько там, ну, тысячу долларов, то еще там 300 долларов добавлять за то, чтобы заткнуть эту дыру, казалось бы, дороговато. Но это так. Там очень много, оно очень сложное. Оно почему сложное? Оно сложное потому, что машины фон Неймановского типа, с которыми мы работаем в основном, это машины, в которых существует единый поток данных и единый поток команд. Они неразделимы. И, значит, как работает любая хакерская атака? Она из чего начинается и чем заканчивается? Значит, вот у нас есть поток данных и команд. Это нолики, единички. Глядя на них, нельзя понять, где команда, где данные. Ну, неразличимые. Это принцип фон Неймановской машины. Это тот принцип, который дал огромное преимущество лаборатории фон Неймана, потому что это гораздо более простая машина по архитектуре, гораздо более дешевая, поэтому они весь мир покорили. И только в последние годы начинается перегиб в сторону гарвардской архитектуры. Так вот, команды и данные перепутаны. Отличить команду от данных нельзя. Единственное, что можно сделать, это, значит, встать первым, да, то есть заработать самым первым. Дальше. Кто первый встал, того и тапки. И дальше самому считать, где команда, где данные, где команда, где данные. И если это данные их сохранять, то команды, то их обрабатывать. Вот это принцип работы любого аппарата на моле доверенной загрузки, в том числе и аккорда, который придумали мы, ну и всех остальных, которые потом по нашим следам делали примерно такие же разработки. И вот тогда, значит, но это сложное устройство, и оно дорогое. В последнее время логика развития микроэлектроники дошла до того, что разница между реализацией архитектуры фон Неймана и реализацией архитектуры гарвардской просто она исчезла. Просто микроэлектроника стала чудовищно дешевой. Очень дешево стоят транзисторы, очень дешево стоит память, очень дешево стоит все. И по этой причине на протяжении последних четырех лет мы наблюдаем оглушительный рост решений, которые делаются на базе гарвардской архитектуры. Мы видим, что если 7-5 лет назад 90% процессоров в мире были x86, то сейчас 50 на 50, а через год будет 20-80. Это уже примерно понятно. То есть будущее за этим. Чем отличается гарвардская архитектура? Она отличается тем, что там потоки данных и потоки команд разделены. То есть нам не приходится делать много-много сложных вычислений, много занимать память и много занимать разных ресурсов для того, чтобы разделить фон Неймановской архитектуре команды и данные. Поэтому устройство становится простой. А если попытаться понять, что хакер действует как? Нарисуем себе мысленно модель машины Тьюринга. Это бесконечная лента и стрелочка, которая умеет читать, писать, передвигаться вправо-влево. Вот такая вот простая модель. Передвинулся, почитал. А теперь представим, что в этой модели нет команды запись. Команда чтения есть, а запись нет. Куда хакер запишет свое решение? То есть если вот эта часть выполнена и работает в режиме редунли, то, собственно говоря, стандартная работа хакера, которая заключается в том, что он передвигает стрелочку куда-нибудь вправо или влево, команда начинает интерпретироваться как данная, данные начинают интерпретироваться компьютером как команда, вызывается прерывание, аппаратное прерывание. Это прерывание начинает обрабатываться обработчиком прерываний, а обработчик прерывания давно подменен. Вместо него стартует вирус и, собственно говоря, вот эта схема. То есть для того, чтобы эта схема работала, этот обработчик нужно записать. Если его записать нельзя, вирус не распространяется. Он может остаться вредоносной программой, но не может быть вирусом, он перестал размножаться. Вот на этой логике мы построили новую логику, новую архитектуру, которую назвали новая гарвардская архитектура. Это такая архитектура, в которой технологически сделано так, что ту часть команд программного обеспечения, которую можно зафиксировать, которая не изменяется, мы фиксируем. Она никогда не изменяется, поэтому вирус там не размножается, поэтому мы говорим, что компьютер этого класса приобретает огромный уровень иммунитета, вирусного иммунитета. То есть он вирусами не заражается, он вирусы не распространяет, и поэтому становится значительно безопаснее, чем какой-то любой другой компьютер. Вот это первая часть того, о чем я хотел сказать. Понятно, что там возникает огромное количество проблем. Например, проблемы такие, если мы меняем архитектуру компьютера, то мы же не можем заменить все программное обеспечение в мире. Это было бы неправильно. Поэтому нам нужно переделать нижний аппаратный уровень API, подменить его в стандартных операционных системах, сделать так, чтобы программы исполнялись, думая, что они работают в другой архитектуре. Короче, в результате это выливается в, я сейчас уже не помню точно сколько, то ли в 15, то ли в 16 патентов, более чем 35 пунктов патентных формул, где там вводится сеансовая память. То есть много-много разных изменений, которые непонятно, как придумать, но когда они придуманы, они кажутся на самом деле тривиальными. Вот они работают и все. На самом деле это практически не удорожает компьютер, он становится незащищенный компьютер от защищенного компьютера, отличается по себестоимости на единицы доллара, а не на сотню долларов, как в том случае, когда мы туда вставляем что-то типа аппаратного модуля доверенной загрузки. Теперь, для того, чтобы обеспечить названный нам сегодня уровень защищенности, то есть КЦ2, а лучше КЦ3, а еще лучше КБ, как мы понимаем, там какой-то, но КЦ3 достаточно, да, мы должны выполнить те требования, которые регулятор предъявляет к этим решениям. Эти требования, в первую очередь, это доверенная загрузка, ее легко обеспечить в компьютере новой гарвардской архитектуры. Второе, это обеспечение функциональной замкнутости, это второе. Третье, если мы говорим о высоком уровне защищенности, КЦ3 и так далее, у нас должен быть физический аппаратный датчик случайных чисел, который работает, собственно говоря, на криптографию, а не на внешний мир. Вот так должен быть сделан. Ну и самое главное, это работа с ключами, потому что высокий уровень требований предполагает, что ключи меняться должны часто. Ну если это КЦ3, как мы все понимаем, то раз в полгода их надо точно менять. Срок жизни ключа не больше шести месяцев, а то и трех. А теперь представим себе, что это какой-то наш банкомат, а их банкоматов там 200 тысяч, как, например, Сбербанки, или там 280, не помню, много. Ну, то есть вся работа будет заключаться в том, что мы будем бегать и менять ключи. Для того, чтобы это не происходило, нужно строить другого типа ключевые системы, аппаратной основой которых является наличие на самом компьютере, не снаружи, а резидентного, внутри компьютера, того блока, который называется блок неизвлекаемого ключа. Вот, собственно, такой компьютер нам и пришлось сделать, мы его охотно сделали. Это компьютер, в котором все эти фокусы, о которых я сейчас рассказал, благополучно реализованы. И осталось только, значит, то есть там все это есть, все это сделано хорошо, все это сделано правильно. И остается один вопрос. В общем-то, мы делали его не только для банковской сферы, мы делали его также и для того, чтобы работать по тем задачам, которые ставит перед нами 187 ФЗ, то есть по критическим информационным инфраструктурам. Отнесет ли банк свои системы к критическим информационным инфраструктурам? Это задача банка, тут регулятором является банк. Но в мире полно систем, которые работают, которые точно являются такими. Это непрерывное производство и транспорт и все, что угодно. И очень много медицины, и очень много систем, которые относятся к критически важным. У нас остается довольно много вариантов работы. Либо для каждой системы мы делаем свой компьютер, потом устанавливаем на него СКЗИ, потом это все сертифицируем, и потом начинаем отделы продавать. Это занимает годы, это не месяц, это занимает годы. Это стоит очень дорого, и поэтому этот путь показался нам неверным. Модификация критических инфраструктур тоже не вариант, потому что модификация самой инфраструктуры стоит еще дороже и займет еще больше времени. Остается вариант один. Сделать такое устройство, которое можно засунуть куда угодно. Куда надо, туда мы его засовываем. Поэтому мы пошли по какому пути? Мы разделили решение на две части. Первая часть – это ядро, предназначенное для решения криптографических задач. И вторая часть – это интерфейсная плата. Выглядит это примерно вот так, как у меня в руках. То есть есть, собственно, само криптографическое ядро. Вот она содержит в себя все те функции, все те аппаратные блоки, о которых я говорил. И интерфейсная плата. Вот эта интерфейсная плата предназначена для того, чтобы ее вставляли в корпус для Динрейки. И она находилась в системе управления энергетикой, например. Другая плата, примерно так же выглядящая, но имеющая другой набор разъемов, она предназначена для того, чтобы вставлять это дело все в банкоматы. Третий набор предназначен для того, чтобы вставлять это в электрички, которые вот сегодня ездят по Павелецкой дороге, они ездят под управлением вот этих решений. Потому что можете не бояться, под откос вас на Павелецкой дороге, по крайней мере, точно никто не пустит. Остальные дороги будут решаться через какое-то время, после успешного завершения вот этих вещей. То есть получилось такое разделение. Делается некоторый криптографический компьютер, он получает заключение на все те решения, о которых я сказал, и сертификат на ИСКЗИ, установленный на эту платформу. Эта часть, она интерфейсная, она вообще ничего не делает, она просто формирует нужные сигналы на нужных разъемах. Она не имеет отношения к криптографии, не имеет отношения к защите информации, никакого. Поэтому их можно часто менять. Сделать такую плату, значит, вообще-то достаточно двух-трех недель, а сделать вот эту штуку нужно там пару-тройку лет. Поэтому мы резко сокращаем сроки проведения работы и можем любую задачу этого класса решить. Ну, я уже сказал о некоторых внедрениях, которые на сегодня есть. Их пока мало, мы только в самом начале пути, поэтому обращу ваше внимание на следующее. Значит, ни одна из известных мне попыток заменить криптографическую ИСКЗИ в то или ином ведомстве, в том или ином системе на моей памяти еще ни разу не удавалось. Ну, невозможно переучить людей, невозможно сделать что-то такое. Революция вообще не работает на самом деле, работает только эволюционное преобразование. Значит, мы это довольно хорошо понимаем. Поэтому сейчас мы доказали, грубо говоря, то, что можно назвать теоремой существования. У нас есть два типа сертифицированных ИСКЗИ, которые мы сюда установили. А это означает, что сюда можно установить любые другие сертифицированные ИСКЗИ, было бы желание разработчика. То есть, если есть желание разработчика с нашими консультациями, с нашими SDK, с нашими решениями, библиотеками, которые сегодня есть, на мой взгляд, но я думаю, что за два-три месяца действительно это сделать можно. Как эту штуку можно использовать? Да как угодно. Просто эта штука – это мощный, высокопроизводительный компьютер. Просто его отличие от других компьютеров – это то, что он обеспечивает доверенность загрузки, доверенность ряду, датчик на нем стоит. Ну, все это вот эти штучки. Неизвлекаемый ключ, который не снаружи подключается, а внутри находится. Поэтому это дает такой большой размах для творчества тех компаний, которые, собственно говоря, занимаются ИСКЗИ и решают конкретные задачи на объектах. Мы сегодня сделали платформу. Что с этой платформой делать? Должно решить сообщество, кому надо, подогнаться под ту ключевую систему, под ИСКЗИ, которую вы используете. Один-два месяца, как мы сегодня определяем. Раз это обычный компьютер, на нем работает все. Любые фильтры, любые межсетевые экраны, любые СОВы, любые СОА, любая ИСКЗИ. То есть все, что можно, здесь работает. Для вас это обычный Linux-компьютер. Для регулятора это компьютер, который сделан правильно и защищен. Я забыл сказать еще о том, что на самом деле эта штука довольно хорошо работает с видеокамерами. Вот это особенно важно, потому что и умный город, а если сделать вот эту штуку чуть-чуть с другим набором разъемов, то это получится умный дом, который ваши чайники позволит подключать и холодильники защищать от хакерского вмешательства. Ну и так далее. И умный транспорт. То есть такое универсальное, на мой взгляд, подход. Спасибо.